еще никто не видел ни одного брэдли ни одного леопарда памперсы уже устали менять где надо судить военных преступников в киеве москве в гаги на лобном месте это как метафора нет в москве на лоб на дросс у вас есть друг зовут его ростислав хаид он один из основателей квартета он одессит он молчит и не высказался против войны до тех пор пока он не зиганула мой друг да у нас не поставили хороших печей мы не можем сжигать столько сколько мы можем но до этого момента но путин не произносит эти речи а ну и что я вам просто перескать мы должны просто очистить землю от евреев сейчас чтобы всем жилось хорошо по сути то что было сказано в в буче а бородянки и ирпене получается вы верите в российский народ в народ абсолютно да а это это государство враг российского народа номер один мой гость предприниматель и общественный деятель евгений чичваркин евгений здравствуйте здравствуйте в каком случае вы лично взяли бы в руки оружие и защищали бы родину вы же остаетесь российским гражданином да если вы в дом ворвались я не вижу поражение страны в этой войне поражение страны она от путина выигрыш страны это это свержение путина даже если пойдут какие-то перетряхи по какие-то там серьезные межнациональные конфликты внутри россии это скорее путь к выздоровлению потому что сейчас идет путь гибели для меня избавиться от путина это спасти россию может быть я вопрос скорректирую если бы на россию но трудно представить но кто-то напал бы ну допустим тот же китай вы бы взяли в руки оружие защищать страну я старая толстая мишень я вообще в руки оружие не возьму если это не мой личный дом и я ну реально я не не готов не не готов воевать потому что я не умею не люблю вероятно я бы также пригодился в каком-нибудь снабжение но и в общественной деятельности и прочее но это очень не мое какое поражение россии выглядел в ваших глазах приемлемым как в каком формате один из руководителей украины не так давно сказал что крыма мы будем добиваться дипломатическим путем наверное это фраза разумного государственного мужа потому что в крыму будет рекордное количество рекордный процент населения который не хочет украины там будет наверное 30 35 процентов людей будет агрессивно против но если они к этому момент не эвакуируют всю наземную часть без без крыма безусловно вот как положено по карте должны забрать а если будут силы и достаточно брэдли хаймерсов и прочего то ровно по той самой карте на которая была на раннюю весну 14 года победа в войне украины над россией может привести к смене власти или это не гарант еще не факт это не гарант но удар по трону будет такой которого никогда по путинскому трону которую он никогда еще не выдерживал выдержит или нет непонятно после революции 905 шестого года трон устоял хотя какие-то территории были несколько месяцев не подконтрольной москве в россии мосгорсуд приговорил оппозиционного политика владимира карамарзук 25 годам лишения свободы на ваш взгляд вот этот жесткий чудовищный срок это напугать всех тех кто против власти потенциальных оппозиционеров или это в то же время и устрашение для ближайшего окружения о чем думает ближайшее окружение мы недавно послушали прослушки записи между иосифом пригожи нам и фархадом ахмедовым предпринимателем это одна историческая страничка до снятия моратория на расстрел потому что в этом году или в следующем я думаю что начнут расстреливать таких людей дело в том что и карамур за один из там пяти шести семи человек который мог выступить в парламенте сша великобритании другой стороны который может отправить танки и для них его нивелировать было крайне важно дважды пытались отравить новичком и один раз очень сильно испортили здоровье второй раз ходил с палочкой полтора года вот у него не очень сильное здоровье и по сути это можно сказать это срок согласно его политическому весу так да это да ппж как сейчас мрачно шутит пока путин жив он будет сидеть к сожалению а когда он гулял по москве видел наружку весь наш комитет все до единого ему крути любви сказали уезжай немедленно я не понимаю что не так с этими людьми как алексей навальный михаил саакашвили и он это недоступная абсолютно мне видимо червю пассионарность не мне не понятно я так понимаю что до сих пор очень сильно переживаете по поводу судьбы алексея навального которого по поводу них всех я переживаю но они все выйдут если будут живы только после физической смерти путина а как вы думаете вариант возможно ли вариант обмена навального на кого-то его ведут ли такие разговоры люди из его окружения находки чтобы спасти этого человека но это должен быть боевой отряд который захватит кого-то боевой отряд есть в украине но если они захватят кого-то то они скорее всего поменяют на кого-то из украинцев я почему задает вопрос в истории советского союза был обмен луиса карвалана на буковского были обмены шпионов на дай ну и совсем недавно были да да но я думаю что когда взяли этого журналиста у путина уже есть на кого его обменять не знаю это должна быть воля со стороны западных спецслужб кого-то взять в заложники упырей то полно воли мало вы бываете в киеве и общаетесь с людьми каков градус ненависти там к русским к россиянам и разделяют ли там людей на тех кто против и кто за войну очень это все понятно зависит от и изначального там уровня образования человека и очень многих у семьи часть семей живет в россии многих это так все теперь перемешанные переплетено и очень зависит от того если есть близкие или друзья одноклассники кто погиб на фронте либо гражданские которые погибли от этого очень много зависит но лично к вам лично к нам не ни разу никто не пояснил за русский язык не во львове не на блокпосту под луцком где обшманали всю машину капитальнейшим образом не на заправке в ривне не в кафе где ни один человек не говорил на русском языке ни разу где ехали огромное количество людей на обучение то есть мы попали зашел в кафе там несколько просто автобусов приехала с военными вот но там пару человек меня узнали но пока не узнали и я не ну я все равно заказывал на русском языке кроме здравствуйте спасибо и то что понятно написано и понятно как произнести я общаюсь на русском языке мне не раз никто за русский язык не пояснил но вы человек публичный до войны не ездили в киев выступали с лекциями и все это знают ну на западной украине где там не не так часто слушают русских youtube вещателей понятно что очень сложно будет выстраивать отношения с украинцами россиянам дай бог чтобы этого она быстрее закончила и российской власти зависит у вас есть рецепт как перешагнуть эту трагедию ту боль которую принесли на украинскую землю россияне по сути три шага четыре перечислить публичные большие репарации вот каждый транш его нужно оповещать они вам он должен общественно быть обсуждаем как за что почему наказание военных преступников обязательно не вправе наказывать рабов которых нагнали туда согнали но тех кто отрезал головы те кто устроил бойню в буче те кто и всех кто отдавали эти приказы с какого-то уровня безусловно должны считаться военными преступниками руководство россии никто из них вообще не должен избежать этой участи секундочку а дальше наверное очень несколько крайне мудрых крайне мудрых либертарианских действий например уравнивание людей с украинским паспортом по бизнесу с российским открытие границ а дальше бизнес делает свое дело я говорю очень цинично и очень забегая вперед ну вот я бы сделал так где надо судить военных преступников в киеве на лобном месте это как метафора нет в москве на лоб на здесь никакой метафоры напротив белого кремля с красивым рвом вместо мавзолея и могилы сталина потому что эти все ребята должны уехать на новодевичьи под в рядочек с остальными военными преступниками вот на фоне красивого рва на фоне который там был всегда вот на фоне вину по сути пляжа вот их собрать лишить гражданство лишить прав кого-то кто был в пропагандистом мягким и ничего не призывал но поддержал просто лишить 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 прав кого-то многих отправить дорогу строить из якутска в магадан две с лишним тысячи а дороги нет одно только направление с трехразовым питанием с аптекой с письмами домой и даже каким-то звонком в условиях таких хороших но вот они все должны там быть и вместе со всеми остальными участниками этого военного преступления их путь должен закончиться вот там туда возить экскурсии чтобы их показывать про лобное место более-менее понял а ров зачем ров а потому что там всегда был ну то есть этого роста вас привлекает картинка это мне в доме вы привлекает картинка того самого кремля он должен быть белый без звезд белый как он и был чтобы она была белокаменная вот а вместо вот этих могил красных упырей должны плавать белые лебеди синизобые уточки так как она была когда-то очень давно когда ров привели от неглинки москва реки наверняка там еще что-нибудь интересное найдется под землей какая братина или золотые монеты или куча костей каких-нибудь ну про фамилии мы тогда не будем говорить они понятны они известны они каждый день выступают или в ютюбе или по телевидению скажите а а так по видеосвязи будут с адвокатами выступать прося четырехразовое питание вместо трехразовое вы что у меня нога болит не мазь не дает не тут не думай стоит просите на лобном месте должны стоять эти военные преступники до слушать да это все что будут говорить свидетели до жертвы не это должно быть в суде нет там только приговор чтобы это чтобы весь мир увидел что новая новая власть принимает полностью западные ценности и сделает все чтобы это никогда больше в жизни не повторилось забегая вперед как вы уже сказали все забежали вперед а немножко сапер немножко цинично как вы сказали деньги компенсации как-то на ваш взгляд сгладят ситуацию или получится как чечней деньги на восстановление республики чеченцы берут но никто не забыл про военные преступления и гибель мирного населения чеченцы этого не прощает дело в том что по международно признан границам чечня это часть территории россии поэтому очень многие люди не чувствуют что цели в войне ичкерии против россии были достигнуты а здесь вся территория которая россия временно оккупировать должна вернуться украине и единственное о чем должны позаботиться новые российские власти чтобы репарации не ну чтобы это было относительно приемлемой для изнасилованного путиным российского бюджета евгений вы бы хотели бы лично имея свою проленческий предпринимательский опыт участвовать в так называемом плане маршала 2 по восстановлению украины в украине есть чудовищная советская болезнь это украинская коррупция всепронизывающая уничтожающая парализующая если это власть или следующая власть сделает кардинальные шаги по борьбе с ней тогда этот вопрос может звучать это страшная трагедия страшная война она поменяла как-то культурный код украинцев как вы думаете коррупции будет меньше или это вряд ли можно изменить пока к огромному сожалению мы я не вижу что коррупции стало меньше во всяком случае когда ты выезжаешь на краковые цели мадыку ты видишь 25 километров пустого подвижного состава и ты понимаешь что увеличенный до нельзя цикл поставки это чудовищный удар просто по экономике по курсу гривны и все все правительство это знает там какой кто валит на поляков что они медленно пропускают и осматривают долго но польша одна из самых дружественных стран украины наверное за год как-то можно было бы решить этот вопрос если бы хотелось бы решать все-таки объясните в чем выражается коррупция то что а потому что за деньги можешь прыгнуть вперед очередь в любой очередь в любой очередь то есть получается ментально очень очень сильно зарегулирована перевод денег вообще какой-либо транзакции денег но опять таки кучек компаний частных лиц которые это делают очень зарегулировано там строительство и возможности разрешение но если ты вы стилаешь деньгами получаешь кучу справок ты можешь строить обычные здания прямо посреди киева и этому или следующему руководству это придется решать потому что без этого вестернизация а именно тоже за что люди выходили на два майдана и голосовали за зеленского это чтобы быть частью западного общества прозападных ценностей с этим уровнем коррупции это невозможно ну то есть это движение будет боковое и не очень и не очень вверх потому что коррупция это между чем-то между раком и параличом для для любой страны если бы не российская коррупция киев бы взяли за три дня они просто все они не думают что им придется воевать они просто все украли все все что могли все все утащили вот но я условно так мрачно говорю из-за чудовищной абсолютно коррупции в россии какая бы власть не было сконцентрировано в руках путина он не может все всего добиться чего он хочет и с учетом жесточайшие репрессионные машины отсутствие свободы слова отсутствие политического процесса он ничего зачастую не может просто сделать потому что везде где касается государственных денег все тонет в маленьких частных интересах вот и этой болезнью заражены абсолютно все республики бывшего советского союза меньшей степени страны балтии грузия которые во время саакашвили провела просто чудовищную анти коррупционную просто умопомрачительную акцию стала врагом россии потому что именно управлением мягкое управление путиным всех всеми вокруг она ведется через через коррупцию то есть я думаю что одна из больших причин когда зеленский начал этих путинских людей потихоньку выдирать из системы вы говорите сейчас много о коррупции у вас есть предпринимательский опыт да и вы сами себе выдавили вот эту коррупционную ментальность или ее у вас не было она у меня была и выдавить ее абсолютно совершенно невозможно я мне очень комфортно жить в западном обществе мне в абсолютно нормально получать сложные лицензии и перестраивать дома прям в центре мэйф и используя юристов не взятки мне абсолютно в этом комфортно вот но естественно попадая в родную среду не так много нужно ковырять чтоб открылись старые раны поэтому никаких в странах не в зеленый не в зеленом индексе коррух восприятие коррупции наверное у меня в жизни больше не будет то есть если грубо стоит вас спровоцировать я могу и так и так вот мир мне комфортнее спать спокойно а если послушать из российских пропагандистов многие из них говорят что украинцы и русские это один народ украинцы многие приходят в бешенство но получается что касается коррупции ментально это близко или лет на 800 опоздали вот с этим заявлением может быть на 700 действительно когда шли на север рюрикович и безусловно люди жившие в селе тучково и будущей москве и люди жившие в киеве это был один народ но потом разделила орда и разделила менталитет и устройство капитально кардинально потом из-за отсутствия торговых больших связей и разделился язык и культуры и много чего вот и лет 700 уже как это точно три разные этносы если считать белорусов русских и украинцев и разница в целом налицо общий знаменатель это все равно коррупция а коррупция ну она и в эритреи такая же коррупция это не значит что мы братский народ с эритреи у вас есть друг зовут его ростислав хаид он один из основателей квартета и он одессит и вы с ним много общались и он сегодня молчит и не высказался против войны открыто вас это расстроило ну до тех пор как пока он не зиганул мой друг он не зиганул он не зиганул то что он молчит вы с пониманием относитесь или внутри осуждаете это большой вопрос мы много об этом говорим в какой-то момент не хочется ассоциировать путина со словом время да в какой-то момент время поставить перед всеми ними их много людей таких этот вопрос от сердца к солнцу или руки за голову в тазах а много людей в ком в кого вы верили они вас разочаровали я вообще не верю в людей давно сложно разочарование просто сложно жить когда ты не не совсем не доверяйте ну там у тебя были детские там условные кумиры музыканты которые в алкоголической старости начали зиговать это все достаточно мерзко но господи старость беспомощная неопрятно как говорит моя подруга ника вот это прекрасный пример какая каковым не нужно быть как писал сартер главное для отца это умереть вовремя вот это такое напоминание что самурай живет пока может скакать но почему я вас об этом спрашиваю вы когда еще жили в россии вы много вращались в кругах шоу звезд и старался не встречались и с филиппом киркоровым и разными другими персонажами ну если не дружили то общались кто-то из них расстроилась или вы понимали что есть час x каждый проявить себя так как он проявит но видя ну то есть российского артиста наверное многих других отличает какая-то застилающие глаза сильно патологическая жадность я помню конфликт с певцовым который потребовал содрать его фотографию дворца связи потому что ему дали недостаточную скидку на второй телефон он хотел все всегда получает заполниться певцов актерами тебя вот убери его чертовой матери пусть он больше них они приходят вот если человек это за он зарабатывает огромные деньги если у него из-за там сотни сотни баксов просто падает планка нищим от графа и пусть идет конем их герои лучше их зачастую мы имеете ввиду и герой которых и они играют в кино гораздо лучше чем они сами герои лучше их точно в общем давайте посмотрим все равно все идет тоталитаризм и дети уже не могут не зиговать не ходить на не петь гимна россии не вставать не ходить строем безусловно все должны будут стать строем зиговать теперь гимна россии и быть включенным у экрана во время пяти минуток гнева а кто отсутствовал того должна быть справка почему не было на пяти минутки гнева это дно не последнее она не за горами давайте дождемся и не будем делать поспешных выводов я очень рад там за галкина и пугачеву наших соседей правда мы их никогда не видели но рады были бы видеть у нас и познакомиться вот всегда всегда думал что они приличные люди наверно чаще иванов несмотря на то что его музыка за исключением нескольких песен но не мой вид панк-рока будем предельно честны но я всегда видел что он прям порядочный парень он как тысяч помню на нашествие что-то зарядил про путина что мы его чуть не концы льнули еще тогда но его карьера в россии безусловно закончена знал ну как было понятно с оксимироном все все предельно было понятно по по всем текстам он больше сказал чем кто бы то ни было вот ну классно вот она разделилась я почему бы спросил про растислава хаита просто в инстаграме вы много публиковали вот ваши посиделки выезды на яхтах в черном море ну и так далее и вы с ним общались после этого или вообще не было прервано как началась война нет не было прервано но сократилось безусловно мы больше не катаемся на яхтах в черном море в одессе потому что там можно нарваться на мину и и когда какого-то момента был выезд закрыт но может быть этим летом мы доедем до одессы ну я бы во всяком случае не вижу сложности для себя и пригласить и не ранену там семья живет я не знаю как какие у них планы но вы не зачеркнули для себя этого человека я не зачеркнул для себя этого человека вас расстроило то что вот еврокомиссия приняла решение что эти 300 с чем-то миллиардов долларов которые заморожены они не достанутся украине не из эти деньги не пойдут на восстановление страны или вы прекрасно понимаете что частные банки или банки вообще которые держат эти деньги они правильно делают что нет законов и денег они никому не отдадут я вообще в еврокомиссии не является чем-то что я вообще уважаю вот я терпеть не могу бюрократов во всех проявлениях но может быть через много лет когда у них будет вот именно та самая бумажка чтобы потому что больше всего на свете они боятся ответственности вот и они переведут что они они вообще ничего не умеет кроме высказывания озабоченности вас расстроила эта ситуация ними я вообще этих ничего хорошего не ждал не ждете не ждал и не жду я бы со многими украинцами говорю что вот то что не подписал янукович тогда ассоциация с европой я бы тоже не подписывал бы сейчас сделать другое сейчас война риски иные наверное какой-то нужно будет подписывать документ но на тот момент это было очень некрасиво по отношению к украинскому бизнесу то что они предлагали как россия если она признает свое вино и проиграет это войну другая россия новая как она должна выплачивать компенсации вот вы себе представляете как это может быть формула от нефти газы это всего в какой-то год жирный будет больше в какой-то меньше какая-то формула над какой-то цифрой она должно идти специальный фонд и представители из стран очень низким уровнем коррупции с прослушивающими устройствами и камерами на лбу 24 на 7 должны будут заниматься публичным расследованием обсуждением как и куда пошло все до единой копейки и каждый украинец через дию должен будет видеть все что до последней гривны ушло по какому тендеру куда где она построена с фото и видео отчетом нет ли у вас опасения что есть некоторая усталость у коллективного запада и если не будет успешного контур наступления или каких-то ярких побед то помощь убавится военная в том числе если не будет серьезного контур наступления через какое-то время помощь наверное убавиться усталость но судя потому что они с радостью включили в свои бюджеты а государство очень любит когда она нужна когда есть оправдание своей нужности и когда не нужно снижать налоги а нужно их повышать потому что у нас война и нам нужны на переоснащение нашей армии нужны гораздо больше ассигнования и поэтому это святое дело и поэтому нужно включить больше налогов дать нам больше полномочий а нам нужно старые танки отдать а новые заказать и это просто для западного военного это карьерный рывок скачок а иногда и просто какая-то ассоциированная компания может что-то сделать поэтому там есть огромное количество людей для кого война это просто социальный лифт у общества усталость от новостей от жутких кровавых может быть государство как таковое она ищет любой повод запустить свои руки в жизнь людей ограбить их достать очень много решать все за них вот и война это прекрасный повод он как бы такой святой мы же занимаешься вашей безопасностью поэтому скидывайтесь еще потому что нам нужны новые системы пву а старый мы отдадим в украину поэтому при всех вот при всем вот этом цинизме есть огромные силы которые которые война это выгодно но много лет живете в англии как вам поведение британцев если вообще не лично отлично 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 то есть это союзник номер один украины сегодня ну один из нерам номер один все-таки польша потому что они во первых ближе точно могут пострадать от россии вот наверно польша номер один но британия из таких устоявшихся кап стран с мощной армии наверное ну там была на выборах неком мангаут она может быть я неправильно произнес фамилию девушка была такая очень агрессивная если бы его выбрали премьер-министрами кажется они боже поступили просто войну войсками а надо надо было в четырнадцатом еще вступить вода конечно прям в четырнадцатом нужно было что зашло контингент из 17 стран все вы все вы поставили бы на место в несколько недель вы часто критикуете санкционную политику запада где не смогу и сейчас где они совершили чудовищные ошибки где еще можно что-то исправить что-то сделать хорошие людей которые не хотят быть с путиным который себя чувствует комфортно на западе у которых есть мозги деньги и загранпаспорта запад загоняет назад путину мы любому русскому если вы там у него там нет виды на жительство в европе или еще там там европейского паспорта мы больше не пустим в польшу и страны балтии мы скорее всего не откроем счет не дадим шенгенскую визу идите назад свергайте путина все огромные предприятия которые являются основой путинского финансового могущества роснефть газпром норникель русал еврохим и прочие частные или государственные или крупные частные считаете это но большой плательщик налогов они не под санкции у них все работает что работает они поставляют они получают деньги но это разве не мудеж но все-таки есть десять пакетов и падающий рубль как сказал экономист сергей гуриев он привел к тому что рубль ослабли ослабливает и санкции западные работают и бюджет недосчитывает триллионов рублей но он чуть не чуть ослабел и да истерические москвичи тут же выстроились в очереди потому что они всегда голосуют за джорджа вашингтона сколько я себя помню как это позволяет выиграть войну то что они против уменьшившиеся валютные выручки из-за просто рыночной цены газа напечатают чуть больше рублей но напечатают чуть больше рублей этим контрактникам сколько обещали в рублях столько и заплатит их не в долларах обещали им столько и заплатит бабушкам учителям и пенсионерам сколько обещали в рублях столько и заплатит ну чуть сократилось а а а вот по поводу нефти договорились с аудитами они сократили добычу но это не запад договорился это россия говорилось об этом году запад договорился с ними чтоб они по максимуму не залили рынок нефтью а сейчас договорился путин а не байден де-факто если коллективно запад условно какой-нибудь как урсула или как другое чиновник сказать евгений ну дайте нам совет как ослабить россию ваши пункты эмбарго на нефть по разу пусть пусть шибанет цена ну шибанет потом выстроиться назад после того как она шибанет под небеса все эти страны опек с удовольствием распечатают все будут добывать сколько 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 смогут есть 400 танкеров плавают тайный флот россии но арестуйте его перекройте газопровод уренгой помар и ужгород просто перекройте его не не пусть никакого газа больше по нему никуда не идет и деньги за него никуда не больше не идут да ну будет шоковая терапия ну и что ничего страшного ничего страшного у них не будет на что воевать но экономист иноземцы вы говорите не хватит еще до года на полтора на полтора года и если не принимать никаких действий если принимать каких действий то внутри будут проблемы росгвардию будут кормить в первую очередь они все остальное чтобы себя охранять то есть пока деньги хватает на росгвардию достаточно вот и там на внутренние вот эти вот все штуки чтобы закрыть этот кейс 5 февраля вступила в силу эмбарго на нефтепродукты в том числе это же есть та опция которая сокращает но они здесь доходы балтийскую какую-то нефть покупают да немножко миксуют со своей называется балтик микс продают танкер принадлежит греть греции флаг у него стороны которые нас про не найдешь на карте и поехали вы подписали письмо в поддержку бизнесменов из группы альфа и всем известная история с германом хан одним из основателя этой группы он вернулся в россию появился на премию путина вы отозвали свою подпись это сильная история для вас она абсолютно человека человеку не дали жить нормально великобритании он собирался там жить дальше работать и защищать себя но у него забрали арестовали все деньги насколько хорошо но дайте на лечение научения чтобы вот были деньги на необходимые медикаменты докторов и чтобы дети продолжали учиться ему отказали они судились пытались им всем отказали вот яркий пример как человека который в состоянии делать бизнес с деньгами возможности загнали обратно к путину вот так работают санкции абсолютно идиотские дебильные вы можете еще раз формулировать вашу позицию в каком случае вы за снятие за санкций а в каком случае против есть люди заработавшие деньги благодаря путину есть вопреки те которые благодаря его ближний круг они должны быть санкционированы все кто зиганул должны быть санкционированы безусловно все кто поддерживает войну является частью военно-промышленного комплекса его поставщики его сами военные все чиновники россии все до единого они должны быть подсанкции если мы мы понимаем что будущее правильное наступит при расколе элит нужно способствовать расколу элит собрались уехали им не нужно мешать мне нужно помогать но им не нужно мешать помогать нужно украинцам то что они уехали из-под бомб им нужно протягивать руку их нужно по возможности там обеспечивать всем по возможности бесплатный долгое время по помочь адаптироваться в новом мире русским помогать не нужно им нужно просто не мешать уехать из-под путина правильно ли оба не было они возможность не армения казахстан грузия и эмираты и израиль а была возможность румыния болгария кипр великобритания сша вот едут же там едут самые порядочные люди был в двадцатые годы нансеновский паспорт специально для именно этих людей которые образованные самостоятельные и которые готовы были ну которые не хотели попасть в эту советскую мясорубку вот мы же не придумали ничего нового британцы под одну гребенку до всех вообще постригли нет хуже хуже всего страны балтии польши дальше европа британцев все-таки нет но негласное правило все равно ты если у тебя русский паспорт и не откроешь счет правильно ли я понял что если отменить компанию чтобы сделать раньше три дня теперь семьдесят это есть следствие войны да у них дополнительные проверки вот так как британцы больше всего в жизни боятся ответственности вот они сидят эти маструбируют на эти бумажки не знаю что с делать чтобы какой начальник посмотрел им разрешил чтобы их потом не наругали но правильно я понял что если отменить санкции в отношении таких к примеру людей как михаил фридман петр авен но и другие они что-то сделают раме сна и для украины кроме них они ролевые модели для очень многих все очень в прям пристально смотрели что с ними будет происходить и если бы их отпустили и все все скале нам дали зеленый свет страшно подумать сколько не десятков сотен миллиардов долларов общего общих денег уехала бы маленькими компаниями большими и супер компаниями но это просто стран вот это был бы раскол элит и вот тогда пу путина был возник бы знак вопрос а сейчас все к нему слепились вокруг него вакова во время его этого шабаша вот он там хихикает на что думали что того ждут этот хехе 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 вот чего добились то мы с вами в киеве пару лет назад когда встречались у нас была с вами беседа и я вам говорил о том что вот есть близкий путина бизнесмена дерипаска усманов потанин абрамович какова должна быть их судьба в россии будущего в которой возможно будет какой-то другой президент ну не обязательно вами на другой вы сказали что частную собственность пересматривать не надо эти люди должны отстегнуть грубо говоря там 10-15 процентов бюджет и начинать с чистого листа с нуля и они могут принести пользу вы по-прежнему продерживаете себя по 10-15 процентов но вы там нужно провести вероятно они как часть коррупционной россии общей коррупционной силе россии у них были какие-то наверное взаимосвязи с кремлем но может быть они должны быть что-то может не должны нет у этих людей просто компании будет строить 30 раз дороже как и должны стоить цивилизованными пересматривать я про частную собственность не нужно я против пересмотрения частной собственности кроме тех лиц понятных которые получали господряды которые благодаря путину поднялись которые прилепились получили специальные лицензии все это все поднимаем и все их всех можно найти вы перечислили людей которые состоялись до путина но как раз поэтому вопрос вы разошлись с навальным тогда еще когда да он был на свободе да не сейчас с удовольствием разойдемся потому что когда из сорок шестом сорок седьмом из тюрем в германии начали доставать промышленников инженеров тех же крупов тех же крупов тех же adidas и пума это братья питер и дастлер и которые шили обмагирование для немецкой армии фашистской к 2 как звали эти питер дастлер по моему иди это что значит иди дастлер это adidas так иди что значит эти это имя адольф эти два родных брата враждовали всю свою оставшуюся жизнь потому что один открыто служил немцам другой застенчиво скажем так вот и один был интернирован в американских лагерях я отсидел какой-то срок но потом они все вернулись но это и volkswagen и porsche то есть там было много как и мацушита пять лет не мог заниматься потом восстанавливал свой панасоник своему сушит в англии поэтому людей которые у которых масштабное мышление страны которые понимают как создавать прибавочные стоимости они на дороге не валяются и они на виду и как раздражает их вот эти бы белые красивые яхты ох мы сейчас эту яхточку сейчас заберем ага и все и вот это социальное левое большинство в восторге отобрали яхту мельниченко какие молодцы вот больше не покатается на такой красивый свои вот а как это приближает конец войны объяснить а у путина можно шахерезаду забил дом конечно роман абрамович и вы много о нем говорили что этот человек искренне хочет остановить войну и что-то пытался сделать и сомнений нет никаких в чем его заслуги я думаю что он во многом повлиял на то что путин не скатился в состоянии кровавого упыря раньше 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 это когда до 24 февраля может быть 2008 с грузии так далее он всегда был за цивилизацию за работу с западом он очень про западный про западный человек западно ориентированному на западе комфортно по этим правилам цивилизованного мира готов играть их понимает и так далее а насколько вы глубоко осведомлены вот в его дела очень касается войны и мира поверхностно сужу абрамович драматическая или трагическая фигура учитывая что сделал немало чтобы путин пришел к власти на славу своими союзникам обувь и трагическое потому что его он выжил при том отравлении когда он пытался мирные переговоры сделать насколько я ну наверное там источнику я могу доверять вот нет он не заинтересован абсолютно в войне он один из немногих наверное кого может быть путин до сих пор хоть как-то может услышать хотя на данный момент я и в этом не уверен мне кажется путин слушает только чекистов своих генералов старых одно из последних выступлений путина с дрожащим голосом он говорил что эта война это возможность спасти россию уже он забыл один оцификации у демилитаризации сейчас ему кажется или он так имитирует что эта война за то что в своей россии сохранилась вот сейчас евгений пригожина выступил с инициативой с идеей остановить сейчас войну потому что цели достигнуты и дальше может привести к распаду россии он подсказывает кремлю сейф стратеги да потому что они понимают что через какое-то время нужно отдать давайте так нужно отдать должное феноменальные конечно команде зеленского по двум аспектам здесь это то как они смогли получить оружие хоть и позже но они вы смогли получить и то как они работают в прессе с идеей контрнаступления еще никто не видел ни одного брэдли ни одного леопарда а памперсы уже устали менять вот идея контрнаступления уже повергла повергла очень многих с той стороны уже повергает в ужас вот хотя оно де-факто не произошло и мне кажется восходящая именно политическая звезда пригожина человека который в чьих словах как и в словах гиркина правда больше чем путина раз в десять вот он предлагает сохранить лицо пусть не не в идеале но сохранить постараться заморозить линию на тех рубежах но путин не остановится потому что потому что для него это по сути земля и ижица до приобретение земли и наказание непокорных вот это мне кажется две идеи это войны чтобы они не говорили то есть ничего кроме земельки по большому счету его вообще не интересует земельки вы имеете ввиду территории территории зачем она ему ну лишь там хорошие плодородные там тепло я уже абсолютно равнодушен человеческим не женит жизни здесь вообще не про зачем ему территории у него свои много своей многое подконтрольные типа абхазии и приднестровье есть абсолютно две территории которых долгое время было единственной европейской части с ввп меньше тысячи на человека вот он мерит свой успех землей потому что те тот как бы пласт людей по изначальной культуре образования вот из из подворотни они мерят и величие страны сколько он наберет земли вот ему настолько вскружила голову идея с крымом которые они бескровно и проведя профессиональность спецоперацию прихватили когда в украине был полный политический раздрай что ему до сих пор кажется что вот-вот его сейчас в киеве ему же казалось что в киеву с цветами встречать ему действительно так казалось вы вы действительно считаете что сейчас остается его главная задача ухватить землю территории удержать а не выжить потому что не пойдем поражение в этой войне для него поражение потеря не только власти но и жизни то есть вы так мы можем говорить о поражении но пока до выстрелы на данный момент не один к пятидесяти как было прошлым летом и не один десяти как было прошлой осенью но все равно один к трем выстрелы все равно российская армия забирает какие-то там квадратные километры путем чудовищных просто жертв со стороны россии изрытые не возьму непригодные ни для жизни для чего квадратные километры но на данный момент за последние четыре месяца в общем сальдо в плюс россии и он не остановится пока она будет в плюс до без шансов он не остановится ну то есть никакой пригожин никакой если даже поплывет бюджет его ничего не остановит он уничтожит всех людей от 16 до 60 мужского пола потом возьмется еще и за женский и будет отправлять туда в топку снимая старые танки старые автоматы в масле выкупая назад все что они за взятки вина продавали в африку в индию в северную корею на кубу будто это все скупать всеми правдами и неправдами в иран отдавать золото оттуда ввести все что угодно вот и под конец уже когда не останется ничего из штанов не останется будет размахивать бомбами ядерными он не остановится вы какой сами видите выход из этой если вас будет сделать вид что остановился это значит по транссибу будут идти поезда один за другим один за другим с новым вооружением какие чувства вызывает российский солдат который из-за страха репрессий едет на фронт и там погибает он добровольно пришел за подписал контракт либо его забрали это жесточайшая ключевая разница это вот прям самое основное если его он пошел в клуб ему вдали далее повестку отвезли в военкомат подписали и на передовую вот и отправили на передовую или или он отстоял очередь уточнил куда и что будет собрался и как мухам с друзьями вот и вы не волнуйся зинка за машину за телек и за все мы погасим за три месяца и куплю тебе колечко и бриллиантовую брошь вот как кто ну вот и вот и там точно понятно что есть кто-то между этими но вот какого солдата то есть у вас один вызывает сочувствие того дару призвали вручили повестку и погнали на фронт да это раб а тот который за холодильником и ипотекой на смехаться над рабами может только рабовладелец в душе вот это раб и мне рабов жалко да он может быть очень глупый и не очень смелый но он туда не собирался идти его туда погнали а он не смог сказать нет но из-за из-за то что мы делаем в жизни слабые поступки но нас всех тогда нужно за это здесь уважаемых людей в мире не останется если каждого за слабые поступки мы будем судить если это раб мне его жалко и мне хочется чтобы он с легким ранением уехал до или сбежал и попросил что его не обменивали вот а если он подписал контракт он убийцы и все абсолютные и у зсу стопроцентные права и ему там попасть ему в голову снайпером и до свидания очень важный вопрос сотни тысяч инвалидов и коллег с посттравматическим синдромом вернуться в россию очень хороший вопрос что делать с ними еще важный вопрос будет звучать так если запад даст слабину и путину это все оставит то они во многих глазах герои а вот если россию выкинут отовсюду то они будут проигравшие и это будет просто в разы больше с ними опасаться переходить на другую сторону для обычных гражданских лиц и стараться и не не иметь никаких дел потому что это сжатая пружина для которой человеческая жизнь больше и своя жизнь она имеет представляет иную ценность далекую от наших гуманитарных уровней вот это страшная болезнь это страшное наказание и понятно им толком никто заниматься не будет в россии на них на всех насрать вот это просто вот будет просто страна птсср надо ли им оказывать социальную помощь безусловно логов лечить условно а кто будет так и не пренебрегать ими безусловно нужно несмотря на то что они убивали людей в украине абсолютно не и ехали ездили за белой ладой в том числе ну хорошо там но войну проиграть на его пути еще может быть несколько белых лад ну то что сейчас да им нужно оказывать психологическую помощь в нормальной стране часть из них психологическая помощь будет оказываться в тюрьме или на принудительных работах я здесь в этом вопросе конечно не гуманист вот и инфраструктуру на который бы могли пойти эти деньги которые спалили на войне этим вот людям придется восстанавливать созидательный труд и работа с психологом в группах будут будут рисовать цветочки как возникла идея собирать деньги на медикаменты и другую социальную помощь украине но она возникла во время четырех или пяти подряд протестных митингах первый кстати был еще до вторжения но видимо уже напряжение было такое то есть мы были там 22 23 24 и где-то числа 27 наверное февраля как-то вы это мысли просто естественно пришла мы сначала куда-то собирали деньги потом нам не понравилось как строились отчеты что эти люди исчезали пропадали потом мы отвезли первую машину 10 марта уже собрана большую а что конкретно ну мы понимали что наверное обычные вещи для жизни огромное количество людей может собрать а что касается именно там дорогих лекарств антибиотиков крови останавливающих это всегда нужно это дорого если это хорошего качества средства которые помогают избежать боли во время операции там где-то близко с линии при линии соприкосновения соприкосновения дурацкое слово линии бойни вот где условия не очень нужно какие-то обеззараживающие вещи которые не дают развиться заражению или которые останавливают классно останавливают кровь помогают спасти конечности ну вот такое то есть эти медикаменты целенаправленно идут тем кто попал в беду ранен приз они идут госпиталем включая киевский военный госпитале идут по огромному количеству сел частей и так далее там местным фельдшером и выездным бригадам скорых скорой помощи бригадам медиков которые в составе полиции в составе зсу в составе ну просто медики как подчиненные там министерство здравоохранения в общем дистрибуция достаточно широкая там в украине занимается тата кеплер нашими еще огромным количеством других поставок и в общем она вот так на частных инициативах очень много очень много спасено жизни и здоровья кто дает деньги на эту благотворительность очень разные люди состоятельные жители латвии где не русский где первый язык латышский даже детям не всегда удобно говорить по-русски россияне уехавшие которые понимают какое зло путин люди из искусства которые вообще занимались всю жизнь красивым беженцы из украины которые наверное понимают что если они не могут сейчас по разным причинам быть там в окопе на передовой пытаются помогать опять-таки чтобы не было потока в одной в одни какие-то руки распределить как можно его шире и как можно по более компании мы людям с высокой репутации потому что вторичный рынок гуманитарки в киеве сейчас это полная катастрофа можно что такое вторичный рынок гуманитар а вот кто-то кому-то поставила она есть все это все есть доступе все те же самые рации все то же самое все медикаменты их всех можно найти эти прямо в к отелю привезут этот дурной тон у них покупать но де-факто это существует кому война кому мать родна с некоторых пор вы начали организовывать благотворительные ужины и входной билет 10 тысяч долларов долларов здесь здесь евро в великобритании фунты как возникла эта идея и кто те люди и анонимны ли они или о них можно говорить те кто дают деньги на благотворительный ужин и эти деньги я так понимаю идут туда же куда и все остальное абсолютно туда же но конкретно когда мы делали с никой белосырковской понятно так как мы делали это как бы вдвоем часть денег шла и на ее одесские какие-то благотворительные инициативы когда мы это делали в великобритании практически все пошло на фонд вичу и и машину купили приличную и мы еще одну машину купили в одной из частей которые мы давно поддерживаем так что нет мы говорим куда это идет мы с удовольствием с огромной радостью вообще не берем денег в руки выставляется счета от фондов туда приземляются деньги это билет к нам то есть мы не организация не фонд у нас нет никакого счета он ну кроме если человек совсем не хочет никак себя показывать у нас есть крипто кошелек но там комиссия возникает и черт его знает что с этой криптовалюты будет поэтому при прочих равных мы эти люди которые дают по 10 тысяч вы а иногда по 100 иногда по 100 эти люди вы фамилии их называете снимаете их на видео эти ужина для истории когда-нибудь мы снимаем на фото если человек не против были пары которые категорически даже для себя делать потому что не закончены еще дела в москве не не недопродано что-то в москве люди хотят поучаствовать в правильном деле уже выехали но просто боятся за какие за каких-то родственников и за какие-то активы в россии их можно понять еду вы готовите сами сами все-все покупаем сами все и за ваш счет уже еда долетать это лишь личная инициатива конечно мы мы это любим умеем как нам кажется каким настроением приходят люди на этот ужин понимаешь что средства пойдут беженцам это праздничная атмосфера или она такая всегда праздничная атмосфера мы гедонисты мы не можем никакую атмосферу кроме праздничной знаете вам в внесенных ветром вот была такая belle вот link все воюют там все а у них есть они все время веселятся а потом приносит деньги на большой госпиталь к раненым вот и некоторые в ужасе а те кто понимает те берут и довольны мы всегда мы гедонисты мы нам для нас грусть это смертельный грех вот мы из как пел оксимирон уходящий год ковыляет закат по колено в крови ваше дело наше дело вас развлекать пустяками во время войны вот мы был вот линг мы делаем благое дело но если и так очень много слез страданий грусти она безусловно по-другому нему не нельзя воспринимать но человек делает большое пожертвование ему на душе становится лучше спокойней и прочее а это просто маленькая эмоциональная компенсация за за это пожертвование а вы сказали что те кто хотят вы их можете на фото снимать и снимаете но вы не публикуете кто-то если кто-то скоро скажет что мне для моей не знаю к моей кармы опубликуйте мы безусловно опубликуем я у нас были такие люди но они пока сказали мы все опубликуем когда мы все закончим как ну это абсолютно это все очень индивидуально есть люди которые говорят только не на зсу лекарства какие угодно покупаете только не на не для военных вот у меня есть барьер что лечить людей я могу а высылать поддерживать армию украины я не могу кстати а почему наверняка много не хотели бы если была до бучи была такая у меня была такая мысль до бучи в утро кадров бучи она испарилась за одну секунду почему я всегда знал какая советская армия вот когда я убедился что это не современная не цивилизованная и не советская армия толпа просто садистов убийц и мародеров никак не отличающихся от ментов что они суть по сути от сути просто реальные упыри и орки и кровожадные садисты кровопийцы вот я вот первые кадры когда были опубликованы я в этот момент понял что да хоть на байрактар все что угодно просто у меня аудитория сложившиеся она нежная поэтому мы для себя приняли решение медицина и тактическая медицина я почему об этом заговорил вспомнил историю с нобелевской медалью дмитрия муратова он ее на аукционе продал за 103 с половиной миллиона долларов и деньги ушли детям через юнисеф и некоторым и киевлянам или украинцам это не сильно понравилось дай денег на джавелины зачем ты даешь деньги на беженцев получаешь ночи нобелевскую премию дай деньги на джавелины simple like that это его нобелевская премия он вправе распоряжаться ими абсолютно как угодно мы уже коснулись этого вопроса но вот совсем недавно был принят еще один один народный закон это ноу-хау электронные повестки чтобы как можно больше людей могли призвать в армии в том числе и на фронт как говорят некоторые эксперты это подтверждение к тому что всех от 16 до 60 отправят в топку там мужчин не останется сумеет ли за счет этого так называемого ноу-хау путин набрать еще сотни тысяч людей или чиновники тихо саботируют эту инициативу президента как мы говорили раньше о коррупции смотрите у них есть два варианта уехать по призыву или поехать и записаться например для москвича если он согласен что он будет на передовой они в терр обороне это 350 тысяч людей потому что добрый справедливый и при котором очень похорошела москва мэр собянин по старой московской традиции даст доплачивает лужковские 50 тысяч рублей контракт вот поэтому 350 тысяч рублей это большие деньги и у тебя выбор дождаться когда тебя просто как скотину поведут туда или пойти самому как скотина то вот такой выбор выбор небольшой но он есть поэтому как мы видели около метро третяковской стоит в очередь запись на контракт военкомат они понимают что они все едут воевать в украину соберут к сожалению а могут газ то идет идет нефть продается продается деньги есть на деньги на войну есть кэш или евро кэш или долларовый кэш вывести получить сложно до наличные и понятно есть такой для компании все компании которые занимаются если это не связано не не с двойное предназначение которое занимается импортом наверное за год за полтора должны быть все обанкротиться идеи чучхе во главе всего вас российский народ продолжает удивлять своей покорности или вы махнули рукой и пропади все проводом российский народ я понимаю как мне кажется мы были просто той самой компании куда попадал злобный немытый вороватый никому не верящий подросток через полгода у него появлялись первые светлые одежды в жизни через три года машина достоинства квалификация социальная жизнь и смена класса из низшего среднего средний из низшего в низший средний и так далее мы видели как это происходит мы делали это просто своими руками поэтому я абсолютно верю в в то что если будет правильные законы правильные правильная позиция руководства стороны а самые главные правильные законы и самое правильное право применения то все и чувство достоинства чувство созидания тяга к миру она вся есть она молчит ее не видно не слышно ее сейчас высказывать зачастую опасно она не модная сейчас как когда все в этой кровавого не знаю мясорубки из крови гноя и железного этого лязга военного с выпученными глазами как у хунва и бынов сура сура патриотизмом и маршами строями песни вот этого всего не видно и не слышно оно из человека достается за несколько месяцев мы этому были свидетелями когда рухнул советский союз как из людей в абсолютной атмосфере недоверия отсутствия какой-либо института репутации мы смогли сделать хоть что-то а хоть что-то над нашей в общем империи солнце не заходило 9 часовых поясов 5000 магазинов это не шутка это большой организм 30 тысяч человек это бог больше чем сан-марино и эти люди были они становились другими на глазах и они сейчас другие они сейчас делают карьеры они сейчас успешные у них осталось достоинство уверен и уверенность в себе они знают что при ударе палец сапавица они могут выше выше вышибать искры то есть получается вы верите в российский народ в народ до добрые дела вы верите в народ абсолютно да а это 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 государство враг российского народа номер один она больше враг российского народа чем украинского даже именно это государство способны ли на покаяние они люди все же в тане в тайне верующие все все знают что если ты в песочнице обидел колю колю пошла кровь то ты должен подойти извиниться чем это объясняете когда миллионы людей поддерживают эту войну вы знаете есть такой эксперимент ритм 0 который сделал марина абрамович 74-м году на кабинете на целый день принесла огромное количество очень разноплавных вещей как цветочки духи пудру киты конфетки также нож а также нож пистолет лезвие молотки и разрешила всем зашедшим с собой делать все что абсолютно хочет с ней сначала играли развлекали поднимали руки пальцы открывали рот вот а потом разодрали одежду разделе ее до гола начали резать вложили в руку пистолет в рот и чуть ли не сказали выстрелить и кураторы выставки испугались забрали то что она бы выстрелила и за шесть часов а цивилизованнейшая очень образованная публика другой не ходила на перформансы а марина абрамович превратилась в абсолютных животных с одной единственной их отличал от людей за этим за этой дверью одно единственное одно единственное ограничение это все дозволенность вот это независимо от нации и народа это не зависит от нации народов ради радио тысячи сквозняков этих тысячи холмов яркое тому подтверждение они приоткрыли вот эту ящик пандоры вседозволенности мы живем в обществе очень давно и у нас внутренних стабилизирующих сморощенных каких-то рамах их не так много нам очень удобно в обществе не это буйки мы на них не заплываем это красный свет мы на него не переходим и вы это приняли так а выходит приходит новый гудвин и говорит кроме зеленого цвета никакой нет можно переходить на красный свет и заплывать за буйки делайте все что хочет все что хотите все дозволено вот и позволили это по сути то что сказали российской армии там это не братья это не люди это вообще даже не животные это как для примитивных существ когда-то очень был давно смешно придуман ад и рай это представители ада хотите быть в светлом будущем уничтожайте их потому что так нужно для будущего германии этот конкретный еврейский ребенок это мать они не виноваты но просто для будущего он вырастет и через какое-то время он все равно своими ценностями он все равно разъезд нашу целостную красивую германию да то что мы делаем мы должны их кормить лучше в освенцами мы пишем письма о том что мы совершенно не 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 согласны с тем что люди живут в тифе и от этого поставят страдают и наши солдаты тоже вот и мы должны да у нас не поставили хороших печей мы не можем сжигать столько сколько мы можем но до этого момента и причем газ который мы используем здесь не 15 минут мучаются люди как раньше всего 5 вот и мы быстро всех утилизируем но мы для нашей будущей нации для нашей чистоты просто должны это сделать потому что вот но путин не произносит речи а ну и что я вам будут просто перескать для нас кантовский императив вот то что мы делаем и это то что мы бы хотели чтобы делали с нами он на время войны не работает вот он вот мы 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 должны просто очистить землю от евреев сейчас чтобы всем жилось хорошо вот и и это по сути по сути то что было сказано в буче о бородянке и ирпении они не люди но они захватили как бы землю которая изначально наша вот посмотрите здесь наши церкви наши эти самые вот отсюда есть пошла наша софия как это как это они они присягают западу они вообще нас не любят кто они вообще такие они нам не братья больше марсиане нам больше не братья вот это это и и и да простите и это власть российская она самый большой враг еще раз российскому народу а потом уже украинском потом уже всем остальным и тогда у меня возникает вопрос правильно ли я понял что путина удалось всю гниль все нежные чувства вытащить из людей или вернуть просто дать тролль и направить эту злую энергию на внешнего врага которому назначили украинцев можно ли роль у которого зеркало можно ли загнать эту гнили обратно и вытащить высокие чувства вот об этом я безусловно конечно да с этими же людьми абсолютно вчера он был отчего зло сегодня чем у людей мы слышим только 25 процентов мы не слышим 75 процентов россиян потому что они молчат мы их не слышим мы их не слышали восемьдесят девятом году потому что восемьдесят девятом все голосовали зашли на выборы все голосовали за но именно эти люди вышли в девяностом в количестве 300 тысяч долой горбачева и советскую власть прямо на красную площадь не пустили прямо на манежной площади вот именно эти люди которые за год до этого голосовали но когда понеслись цены опустили магазины и ну тогда после десяти лет такой жесткой части холодной войны после афганистана запад лишил россию выручки десять лет потребовал чтобы этого монстра уронить он был достаточно на самообеспечении россия нынешняя она не самообеспечена она не может существовать без западных технологий а самое основное без западных денег она достаточно глубоко уже интегрирует интегрировано спасибо зале либертарианские реформы ельцину за это и путин этим очень классно воспользовался очень здорово вот но де-факто 75 процентов людей молчат как они молчат приблизительно приблизительно всегда 25 лет абсолютно человек не был абсолютно бесправен при иване грозным через год после того как его на грозного не стали за указ который не понравился вас влезли ворвались кремль и заставили переписывать вот это это все внутри есть и путин и его окружение страшно боятся этого проявления поэтому и кора мурзи 25 лет потому что он не сломленный свободный самостоятельно мыслящий человек который вел тащила россию на запад но вы как раз сказали о том что это 5 7 человек это штучные люди это штучные люди стоят ли за ними десятки миллионов десятки миллионов стоят за идеей но идея должна быть произнесена из кремля как и людям перестанет быть страшно потому что в тоталитарной стороне она уже с признаками тоталитаризма людям страшно человек это животное который берет бережет себя свою семью и не хочет этого всего лишиться за то за то что она что-то не то скажет но с другой стороны когда ты смотришь как вместо сына с украины приехала белая лада и эти родители радуются тому что вот хоть это не детстве родители абсолютная подстанова сколько этих лад и лад это не производится это и шубы это подстановы и лады это подстановы это вот такая что вот это абсолютно пропагандистский трюк абсолютно конечно хорошо я понял из вашей длинной речи что вы верите что все-таки добро победить зло в том числе и в российском человеке я это не сказал я говорю что если придет к власти про западные либеральные люди с высокой высоким уровнем гуманизма то то хорошее что есть в людях весь этот мир у мир позднего советского времени он выйдет просто выйдет из людей в секунду и при этом в разных интервью когда вас спрашивают вернетесь ли вы когда-нибудь в россии вы горите нет не верно потому что я не думаю что это произойдет а тогда к чему такая длинная речь я говорю о том что это в людях есть и мы были например наша команда компания была доказательством того что это в людях есть она есть ваш личный бизнес опыт мой личный бизнес опыта большой это серьезная выборка по стороне да и в то же время когда вы рассказывали о своем бизнесе и все знают что у вас был конфликт правоохранительными органами и вы говорили сколько не плати российскому менеджеру даже хорошую зарплату все равно будет красть нет так не так не то вы сформулировали тогда уточните как не так большая высокая зарплата это не означает гарант не украде это так это так но сколько и не платить зависит от того зависит от человека очень много зависит от человека то что люди в российской среде идут заточены на воровство это это к сожалению априори это априори и я как раз говорил что мы видели вот этих людей которые шли с одной целью но потом видели что можно достигнуть абсолютно благородным пусть и тяжелым трудом но благородным способом ничего ни у кого не 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 украв и это 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 этим этим воспользуюсь десятки тысяч человек которые у нас работали когда не нужно прятать дорогую одежду дорогой телефон часы или машину за углом потому что дохрена зарабатываешь ваш лондонский опыт о чем говорит если платить хорошую зарплату украдет или все-таки он знает что такое хорошо что такое плохо здесь работает институт репутации здесь в целом люди у нас есть люди которые на небольшой зарплате работают достаточно долго них кроме работы есть куча других интересов построить строительство карьеры не является чем-то важным свои интересы хобби книжки путешествия личная жизнь она важнее работа что просто был холодильнике еда и нет такой задачи вот это вот как к снегоуборочная машина это скорее наши постсоветские больные люди последние несколько вопросов как вы относитесь к вас по возможному распаду россии о чем предупреждает уже евгений пригожин распад россии во благо или во зло я отношусь со скепсисом предположим что сегодня расскажут что всем все можно и все делится на огромное количество частей я думаю что уровень коррупции в конкретных в огромном количестве из разделенных частей будет гораздо выше уровень образования гораздо ниже все вы настроят между друг с другом заборов а через какое-то время почти сразу начнут друг с другом вы его между кого-то останется бомба у кого-то не останется вот безусловно мы у нас несколько страниц таких в истории были страна разбиралась на фракталы просто как пазл потом также собиралась вот поэтому верю ли я сейчас на данный момент нет не очень верю но гипотетически я понимаю что южные республики исламские республики где ислам доминирующая религия могут быть какой-то особенной федеративном статусе либо отделиться это вполне себе ну и там и сейчас блокпосты между там астрахань и и саратовом ты можешь проехать без блокпостов между магасом или нальчиком не можешь евгений спасибо вам за интересную беседу моим гостем был предприниматель и общественные деятели евгений чичваркина